Всем привет, друзья! С вами Болтарез, и сегодня у нас супер-мега комбо. Новенький инди-хор и к тому же еще азиатский. По-моему, это какая-то японщина под названием Масагора. Не знаю, что это такое. Я в поисковике написал Масагора. Мне ничего не выдало, кроме этой игры. Я думал, может быть, это какая-то очередная городская легенда. Лето. Я имел работу. Часть, время работы. Рюкан в горах. Мы работали в горах. Скорее всего, мы играем за какого-нибудь фрилансера. У нас был ноутбук. Мы поселились в этом доме и делали свои дела. Что там с друзьями? Я... Что там, блядь, винилы, кравлинги какие-то. Что? Я не знаю, если я звоню кому-то. Я открываю карту. Каждое время я имею день... Это было на каникулах в одном из годов своей жизни, блядь, студенческие годы. Я что-то там запомнил какую-то мишу, вилладжу, блядь. Какая-то деревня, блядь, заброшенная. Это моя работа, в общем. На пути я увидел здание. Время, я не знаю. Внимание было потеряно. Рядом была... Ривел, это река или что это? В общем, деревня, река, дом, все как обычно. Но теперь... Но теперь это выглядит крайне ужасно. Я позабыл вообще, что такое мир. И я постепенно схожу с ума. Я, если честно, тоже схожу постепенно с ума. Потому что пришел, блядь, поиграть, а мне тут какую-то хуйню пишут. Отлично, игра начинается. У меня опять уебался телефон. Он что-то в последнее время себя ведет как-то неадекватно и постоянно падает. Итак, вот этот самый дом. У нас есть фонарь, который не выключается. Я могу ходить. Не могу прыгать и бегать. Все, с управлением мы разобрались. Давайте теперь уже пугаться. Дверь не открывается. Мне нужен ключ. Там, кстати, карта висит. Ну хорошо, давайте откроем. Нам нужен ключ. Слушайте, ну выглядит прям вообще отвратительно. В хорошем смысле. Прям темно, но при этом классное освещение и окружение просто пиздец. Я бы никогда в жизни сюда не пошел, причем один. Да даже и не один, если бы я был. Даже бы, если бы нас пошла сюда целая толпа, я бы все равно сюда не зашел. Вы посмотрите, как это все выглядит. О, отлично, сюда можно зайти. Что-то такое сральное, что ли? Такой туалет? Хуя себе. А если ты случайно не туда наступишь и упадешь? Что это такое? Подозрительно яркая картина. За окном нихуя. А этот дом вообще, он где в космосе, что ли, находится? Ветер-то вроде дует, а вообще ничего не видно. Ладно. Не будем смотреть в окно, потому что, ну, наверняка, может кто-нибудь там выскочить. Окей. Так, это мы пойдем, значит, туда дальше. И здесь у нас где-то был еще проход. Спокойно, кто там топает? Проход наверх. Наверх пока мы не пойдем. Давайте вот здесь все исследуем. Отлично. Те же самые комнаты. То же самое расположение. Это общага какая-то? Что-то, блядь, за здание такое. Стремное. Игра не позволяет нам покончить жизнь самоубийством. Допустим. И еще одна комната. Которая закрыта. Да? Ладно. Пойду наверх. Выбора у нас нет. Кроме как идти наверх. Спокойно. Что это такое у нас тут красное? Да-да-да. Алло. Нихуя себе. Здесь телефон имеется. А как так? Это сохранение. То есть, эта игра получается не на один час, да? То есть, здесь есть сохранение. И, возможно, мы даже ее пройдем до конца. Что случилось? Где-то что-то упало. Блядь, было бы, конечно, здорово. А вот и карта. Это карта. Серьезно. Это карта. А как я должен что понять по этим, блядь, непонятным иероглифам? Текст. Да, отстань. Текст перевели. А что, хотя бы там какие-нибудь иероглифы написали. Где что? Смотрите, иероглифы-то разные. Кабинеты тоже разные. Я, получается, нахожусь здесь. Это вверх. Это вот сюда мы пойдем, да? Ну, мы сейчас не пойдем. Мы зайдем вот сюда. И здесь есть три комнаты. А нет, смотрите-ка. Так, там какой-то шум. Слышите? Где-то телевизор шипит, походу. Или нет? Там какие-то шумы, блядь, издаются. Страшные картины. Блядь, мне не по себе. Мне не нравится. Мне не нравятся вот эти азиатские хорры, блядь. Они потому что напрягают. А я здесь вообще никуда не могу пройти. Вот здесь открыто. Ладно, давайте зайдем. Блядь, что? Где? Что упало? Что упало, то пропало. Спокойно, нахуй. Я должен найти ключ. Мне нужен как... А вот, кстати. Ключ от коридора. У меня есть ключ. И прошло автосохранение. Блядь, ну это вообще не к добру. Если прошло автосохранение, это не к добру. Ну да, вон, смотрите, телевизор. Блядь! Ебаный тварь! Кто? Что за хуйня? Откуда здесь скелеты? Да, там не работающий телевизор. Ну и ладно. У меня зато есть ключ. Все, в пизду, уходим отсюда. Ключ! Они часто в искриме-то на меня тут начали. Фольклорные записки. На хуйня мне нужны? 7 апреля мы приехали. Наша цель – это самая деревня. Этот отель в горах. Мы имеем прекрасные виды на деревню. Виды маленькой деревни красные. В какой-то там, блядь, спектроларе. В общем, завтра мы разберемся. Ебатенько, у меня здесь 7 страниц. Так, это что у нас такое написано? Красным выделено. Какая-то божья гора. Ну, да хуй бы с ним. Давайте сохранимся. Мы ведь ничего не тратим за сохранение, правильно? То есть я могу сохраняться, сколько мне заблагорассудится. Окей. Так, ключ. Ключ от коридора у меня есть. А вот от какого коридора? Давайте-ка мы сейчас спустимся в самое начало. И мне кажется, что ключ должен подойти вот сюда. Просто там еще была лестница наверх, я не знаю. Может, стоит для начала туда сходить? Хуй там. Ну, мне написали ключ от коридора. А это что на первом этаже? Не коридор? Я должен был попробовать. Значит, этот ключ нам пригодится где-то там наверху, на третьем этаже. А может, он подойдет здесь? Ну да, глупо, не будем пробовать. Окей. Поднимаемся выше. Вот как мне понять, я использовал ключ или нет? Потому что... А, нет, смотрите, у меня есть инвентарь. У меня есть инвентарь на таб. И ключик все еще у нас. Там кто-то шевелился, ребят. Вон, вон, видите? А это птица, ничего страшного. Смотрите, это птичка. Записки, записки путников. Я хочу сладкий, что-то там я нашел, комнату, магазин. И что? Комната-магазин. Где эта комната-магазин? Вот эта, может быть? Комната-магазин, и в ней есть сладости. Очень странно. Это что за хуйня? Кто это, блядь? Кто здесь живет? Какой вообще нормальный человек, адекватный, будет здесь проживать? Клак. Он, видимо, кого-то вызывает себе в номер, да? Коридор. А, это вот тот самый как раз-таки коридор, да? Я завязывал ключ. Блин, но здесь закрыто. Ебать, тут потеряться можно. Нестандартное строение. И сюда я пройти не могу. Откуда здесь вообще эти завалы? Откуда тут, блядь, выросли растения? Господи, сколько лет этому отелю? Закрыто. Ну, все понятно. У нас, значит, другого больше варианта нет, как пойти вот сюда. Хорошо. Давайте поднимемся с этой стороны. Как здесь все... Как здесь все ужасно скрипит. Хоть там долбишься, видишь, я иду, поднимаюсь. И так, цыкотно, ты еще тут стучишь. Сюда нельзя зайти. Ну, не очень-то и хотелось. Я представляю, если за мной кто-то будет гнаться, вот не дай бог в этой игре будут какие-то погони. Это же все. Я сразу... Что такое? Я сразу куда-нибудь упрусь в тупик, потому что, ну, как вообще здесь можно что-то понять? Запомнить хотя бы. С одной стороны, это, конечно, прикольно. Что такая разнообразная локация. Ничего похожего нет. Ага, я вас понял, сэр. А хули они исчезают-то? Убийство произошло в деревне. В 9 часов сегодня было обнаружено первое тело. А потом, спустя еще несколько, мы стали находить и другие. О, ключ. Ботанкей. Какой-то ботаник оставил нам ключ. И еще записки, окей. Достижения одно за другим. Отключи. Хорошо. У нас есть еще один ключ. Так, я видел тень. Здесь кто-то проходил. Может... Что это такое? Это массажное кресло? Ебать. Скорее всего, массажное кресло. Массажное кресло. Массажное кресло. Массажное кресло. Вот название этой игры. Массажное кресло. Это... Убийца? Который всех здесь порешал. А может быть, это дух? Не знаю. Ну, это, конечно, было пиздец. Как страшно. Пока игра линейна, слушайте. Нам не приходится никуда возвращаться. Я просто иду прямо и открываю двери. И мне дают ключи. Ага, там уже кто-то ходит. Здесь никуда нельзя. Ну, ладно. Давайте какие-нибудь ориентиры будем находить. Для начала я сохранюсь. Обязательно. Уди отсюда. Попробую куда-нибудь заломиться. Карта. То есть, помимо карты, которая... Кто? Кто там? Кто, блядь, бегает, я спрашиваю. Помимо карты, которая висит на стене, можно еще найти и такую. Вот это, кстати, очень классно. Еще один ключ. Я как-нибудь могу вон туда залезть? Смотрите, там что-то лежит. Коробка с патронами. Блин, что ли? Стрелять можно. Ну, я вам скажу отвратительно. Мне прям вообще неприятно здесь находиться. В этом плане, конечно, в атмосфере азиаты прям вообще красавцы. Так сказать, могут и умеют. Ага. Вот, получается, я круголя дал и здесь вышел. Хорошо. Здесь можно спуститься вниз. Вот здесь мы не были. Значит, нам нужно... Еще один ключ. Ебать. Ключ от кухни. И здесь я пройти не смогу. То есть, мне теперь получается, нужно идти назад и открывать комнаты ключами, которые я нашел. Но я же нихуя не понимаю этих иероглифов. Откуда я могу знать, где находится кухня? Я так-то уже забыл вообще, какие комнаты были, где закрыты. Ну, ладно, сейчас мы спустимся вот сюда. Да, вот здесь, я помню, дверь была закрыта. Ключа у нас нет. Если я спущусь еще вот сюда ниже и пройду по коридору прямо... Вот. Эта дверь была закрыта. И где-то вот здесь какой-то хуй... Своим колокольчиком трезвонил. Это кухня, получается, да? Хорошо, что на ногу она мне не упала. Тут ничего не открывается. Еще один ключ. А это вообще, это все страшные элементы в игре, которые присутствуют. Какие-то, блядь, скелеты падают. Сковородки, ножи. Хуй пойми вообще откуда, и исчезают потом. Ну, про скелетов я имею в виду. Ну, это нихуя не страшно. Ладно, там первые два раза я попался. Где Масагара? Сука, ты где? Еще одна записка. Так, а я вообще могу их смотреть? Да, вот здесь у нас хранятся все записи. Это рисунок. Кто это? Это Масагара? Если да, то это вообще нихуя не страшно. Ну, ладно, пойдемте дальше. Пока играется, пока проходится, пока двери открываются. Поэтому будем уйти. Может быть, уже наконец-таки мы увидим этого самого злодея. А, это я, получается, спустился там, где телевизор вон там работает, да? Ну-ка, ну-ка, ну-ка. А я могу туда попасть? У меня же как бы до хера ключей. Что здесь, блин? Двойная дверь. Да, мы пришли в комнату с телевизором. Зачем? Я должен его выключить? Я должен его выключить и взять ключ. Сакуракей. Что-то ключ от гостевой комнаты, что ли? А где она? Где эта самая гостевая... Ой, слушайте. А может быть, теперь-таки я могу уже спуститься на первый этаж и... Да, отсюда мы пришли. Спуститься на первый этаж и там открыть уже, наконец-таки, эту дверь. Потому что, по идее, я уже прошел здесь везде. Везде все открыл. На одном из этажей, конечно, там еще была комната, в которую мы не смогли попасть, но я думаю, и нахуй она не нужна. Что-то может в комнате быть полезного. В обычной какой-то комнате. В обычной какой-то комнате. Все, открываем, заходим. Хуй там, вы посмотрите. Нет. Это уже не хоррор. Это уже какая-то ебала начинается. Вот, вот сюда мы зашли. Эта комната была закрыта, теперь мы ее отперли. То есть, теперь... Я уже привык к этим падающим предметам. Мне уже на них, если честно, похуй стало. Вот, еще одна записка. Но записку мы нашли и, как бы, ладно. Ключ-то где? Мне нужен ключ, который откроет... ...коридор на первом этаже. Все, больше мне ничего не нужно. Ну, не заметить я его не мог, потому что они здесь подсвечиваются довольно ярко. И мимо я пройти никак не мог. Давайте сделаем еще один кружок. Проверим абсолютно все комнаты. Ну, а хули их проверять? Как бы здесь, где двери открыты, там, соответственно, мы и были. Там, где двери закрыты, там мы не были. Логично. Это, в принципе, не открывается. Все, здесь мы полностью все исследовали. Дальше. Жалко, шифта нет. Мы поднимаемся вот сюда. Здесь мы были? Да. Смотрите. А вот здесь? А здесь закрыто. Опачки. Нихуя себе. Скриптик сработал. А кто это у нас такой здесь? Он нас сюда приглашал, походу, ребят. Ага. Что-то дверь-то так тяжело открывать. Вот здесь должен быть ключ. Открывай. Я готов. Да. Ха! Ключ лежит. Смотрите, ребят. Вот сейчас что-то упадет сверху. Кусок дерева. Я нашел кусок дерева. Может, это ручка какая-то? Будет падать-то что-нибудь? Нет? Деревянные куклы в какой-то коробке, блядь. Студенты и что-то там, блядь. Маматари-сама. Чего, блядь? Какая Маматари-сама? Опа, 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 ага. Напугать меня не нужно. А хуль я пройти-то не могу? Открой дверь. Вон там ключ лежит. А, я должен с этой стороны, наверное, пройти. Подождите. Что за бред? Вон и коробка какая-то. Да, точно. Смотрите, вон она самая коробка с дырками наверху. Ты будешь открывать дверь? Ебану. Куда я? Я куда-то посмотрел, и у меня появился значок левой кнопки мыши. Но он куда-то исчез. Наверное... Ой, еще записка. Все, меня здесь закрыли. Во! Скриптовая хуйня. Теперь я могу сюда зайти. Теперь у нас есть от большого публичного холла ключ. Скорее всего, это как раз-таки уже от того самого первого... Ой, здорово, смотрите. Я могу проходить сквозь стулья и столики. Вот, мы ставим сюда одну эту деревянную деталь. Теперь должен скрипт сработать. Я должен отсюда выйти. Вот, там даже кто-то выглядывал. Кто? Масагара, это ты? Я должен найти еще две деревянные кнопки. Кстати, я вот в этой комнате, по-моему, здесь не был. А, нет. Здесь, по-моему, таки сидела ворона, и я нашел листок. Ладно. А вот здесь, здесь закрыто. Ну, окей, пробуем. Пробуем спуститься на первый этаж и зайти туда. Сохраняемся. Пока, если честно, ребят, хуйня. Опять же, пишите, как вы думаете, сколько стоит эта игра. Она стоит до хуя. Она явно не стоит своих денег. Наконец-то. Наконец-то я могу сюда пройти. Автосейв. Где-то что-то двигается, перемещается. Сюда мы зайти не можем. Так, а я не понял. А что это за хуйня? Мне сказали, что это какой-то большой холл, а здесь всего две комнаты. Алло. Ну да, были бы они, конечно, на русском. Можно было бы еще почитать. Нам стало плохо. Сейчас должен появиться Масагара. Это он? Нет, это опять скелет. Это было кусок тела в маске. Это было, конечно, очень страшно. Там лежит ключ. Как мне туда пробраться? Чтобы подобрать ключ за закрытой дверью, мне нужно сначала эту дверь открыть. Найдя еще один ключ. Охуенно. Да хватит за мной двери закрывать. Ладно, в торговом центре я еще понимаю, но не здесь же. Записки надо подбирать, ребят. Если вдруг кто-то из вас решит в это сам лично поиграть, в чем я, конечно, сильно сомневаюсь. Имейте в виду, что записки обязательно нужно подбирать, иначе скрип не сработает. О, а вот и ключик. Безрумкей. Ой-ой-ой, пиздец, как страшно. Все, у нас есть безрумкей. Теперь мы можем открыть вот эту самую дверь в безрумрум и взять вот этот ключ. Охует. Нет, ну это, конечно, просто шедеврально сделано. Взять ключ из соседней комнаты, чтобы вернуться в другую соседнюю комнату и пройти дальше. Ну это пиздец. А еще больше ключей нельзя было вообще здесь придумать в этой игре. Мы имеем держать это дыхание. Нихуя не понял. Игра пройдена, ребят. 25 минут игра пройдена. Мы 25 минут ходили по какому-то старому обоссанному отелю, искали ключи, открывали, блядь, ими двери. В итоге вылезла какая-то хуйня, видимо, это и была Масагара, и игра закончилась. Вы че, блядь, охуели, что ли? Эта игра, она стоит 300, блядь, по-моему, с чем-то, я сейчас не помню. 350, может быть, даже. Ну точно, 300 она стоит. Вы че, блядь, охуели, что ли? 25 минут игры. Мда. Ну, такого говна, конечно, азиатского я не ожидал. Подписывайтесь на канал, комментируйте, ставьте лайки. Всем пока.